Премьер-министр Мухаммедкалы Аблагазеев раскритиковал работу национергохолдинга и ГКПН. По его мнению, руководители ведомств из года в год докладывают аналогичные отчеты. Отметим, под председательством главы правительства сегодня состоялось очередное заседание. В ходе своего вступительного слова Аблагазеев остановился на итогах состоявшегося ранее государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Кыргызскую Республику и о ситуации на границе с Казахстаном. В рамках визита российского президента было подписано соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Будет разработана дорожная карта сотрудничества для того, чтобы в эту сферу пришел стратегический инвестор. Мы будем принимать решения, исходя из этого. Какой это будет вклад в нашу экономику? Какие социальные программы будут реализованы? Сколько рабочих мест будет создано? Сколько налогов будет поступать? Если это отвечает нашим интересам, то решение будет принято. Те, кто выступают против, не понимают ничего в экономике или просто не желают развития нашей нефтегазовой отрасли. Мы будем проводить правильную политику, которая будет способствовать развитию отечественной экономики. И, конечно же, отвечать требованиям закона. Премьер-министр также отметил, что Россия и Кыргызстан активно сотрудничают и в горнодобывающей отрасли. Реализуется крупный проект на предприятии Джорюй Алтын, куда за 20 лет будет инвестировано 600 миллионов долларов. Кроме того, подписано стратегическое соглашение с компанией «Росгеология», которая инвестирует в развитие геологической отрасли страны свыше 1 миллиарда долларов. Аблгазеев также прокомментировал ситуацию на контрольно-пропускных пунктах на Кыргызско-Казахском участке госграницы. Мы требуем, чтобы соглашения, подписанные в рамках Евразийского экономического союза, исполнялись. Я трижды провел переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Мамином. Делегация Кыргызской республики провела переговоры в Казахстане, и мы достигли договоренности, результаты которых должны увидеть в ближайшие дни. Мы будем добиваться исполнения соглашений. И тем, кто говорит о бездействии со стороны правительства, я хотел бы пояснить, что есть вопросы экономического характера, решения которых требуют конструктивных переговоров и тщательного обдуманного подхода. В свою очередь, директор Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Аскарбек Туктошев сообщил, что в Кыргызстане в 386 селах нет чистой воды. Он отметил, что в 57 селах Кыргызстана система водоснабжения, которую проводили с 2001 по 2011 год, вышла из строя. За это время ремонтировали систему водоснабжения в 533 селах за 70 миллионов долларов, сказал он. Тем временем премьер-министр был недоволен, что систему водоснабжения необходимо ремонтировать, хотя не прошло и 10 лет. Были факты, когда старые трубы привозили и прокладывали в одном селе, вытаскивали и прокладывали в другом. Сейчас нет тех, кто ответит за такую работу. Все работали временно, чтобы отсидеть свое время. И мы снова берем в долг, чтобы восстановить систему. Также соответствующими докладами на заседании выступили председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмилиус Момбетов, председатель правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Азамат Абдекадыров, директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактебек Абдиев. По состоянию на 1 января 2019 года объем воды в Тахтагульском водохранилище составил 16,8 миллиардов кубометров, что на 930 миллионов кубометров меньше по сравнению с аналогичной датой 2018 года, составляющей 17,7 миллиардов кубометров. Накопленного объема воды в Тахтагульском водохранилище на начало прохождения ОЗП было достаточно для выработки необходимых объемов электроэнергии в осенне-зимний период 2018-2019 годы. Однако, заслушав отчет, Мухаммед Калай Абдекадзеев заявил, что каждый год озвучивается одна и та же информация, не содержащая в себе никаких предложений по проведению эффективных реформ и решению проблем. Энергетическая отрасль – ведущая отрасль нашей экономики. В течение 40 минут мы слушали доклады двух руководителей отрасли, не содержащие в себе никакой конкретики. Из года в год озвучиваете одни и те же проблемы. Эту сказку мы слышим уже 20 лет. При этом никаких действенных шагов по исправлению ситуации в лучшую сторону нет. Начните уже работать и организовать изготовление электросчетчиков. Надо поддерживать отечественное производство, а не импортировать продукцию, те же провода и линии электропередач, трансформаторы и счетчики. У вас 1 миллион 400 тысяч абонентов. Неужели нельзя произвести такое же количество счетчиков, не привозя их из других стран? Разве сложно организовать производство этой продукции в нашей стране? Премьер-министр также потребовал проводить открытую и разъяснительную работу среди населения относительно формирования тарифов. Кыргызстанцам неясно, как формируются тарифы, из чего они состоят. Вы же пользуетесь услугами компаний-посредников, которые делают на этом деньги. Вот вы говорите, образован долг в 4,5 миллиарда сомов. На экспорте электроэнергии собираетесь заработать 1 миллиард сомов, а остальные 3,5 миллиардов разве должны платить налогоплательщики? В 2028 году нужно будет начать выплачивать по 10 миллиардов сомов в год за полученные ранее кредиты для энергетического сектора. Такими темпами мы не сможем этого сделать. Мухаммед Калы Аблагазиев напомнил, что энергетика является локомотивом отечественной экономики и оказывает большое влияние на формирование доходной части бюджета, из которой выплачивается заработная плата бюджетника.